Мария, здравствуйте! Спасибо большое, что вы согласились с нами пообщаться. Первое впечатление, которое возникло у меня, когда я прочитала новость о вас, да, ещё тогда раньше, что преподаватель в университете рассказал правду о войне в Украине, в России, и на неё донесли. И у меня, вы знаете, был какой-то просто ужас от понимания того, что такая реальность возможна, когда студенты доносят на своего преподавателя какая-то советская изжога, которая вообще не должна была быть, которая должна была умереть очень давно, а тут ещё эта форма доноса. Давайте мы начнём с этого. Какое у вас тогда возникло впечатление, когда вы поняли, что кто-то донёс на вас за вашу позицию? – Здравствуйте, спасибо большое, что пригласили. Для меня это большая честь присутствовать в вашем эфире. Но вообще чувство возвращения сталинских времён у нас было уже давно, как вы сказали, советская изжога. По мере нарастания политических репрессий закономерно росло и количество доносов. Год за годом всё больше и больше, и сталинизм реставрировался дискурсивно и в эстетике городских пространств, и в риторике политиков. И для нас, людей, которые взрослели в периоде сталинизации, это было чем-то невероятным. Но долгое время мы ошибочно полагали, что прошлое прошло и не может вернуться, но мы ошибались. И историческое время работает более сложно. В последние годы мы с коллегами и товарищами пытались сделать всё для того, чтобы затормозить эти процессы, где бы мы ни работали – в театре, в университете, в школе, в прессе, в книгоиздательстве. Иногда у нас даже получалось, но советский тренд оказался сильнее нас. И это не странно, потому что он очень старый и опытный, в отличие от нас. И поэтому ничего удивительного в доносе, конечно, не было. Было только жаль, что это сделали студенты. Впрочем, как оказалось потом, это было лишь первой ласточкой. Доносы волной накрыли всю страну. Очень скоро, и каждый день мы получаем сообщения о новых и новых, самых причудливых доносах, когда уже родственники друг на друга доносят. То есть дело было не во мне, и всё давно к этому шло. Я всегда чувствовала, что рано или поздно настанет момент для вот такого политического и гражданского шага, отказа в сотрудничестве с системой. Шагнуть через собственную совесть. И вот это случилось. И я была в целом готова. То есть не сказать, что я была шокирована, но мне было грустно, что это всё-таки произошло. Если вернуться в 24 число, вы с утра встали и узнали, что Россия, ваша родина, напала на Украину. Что вы подумали? С 2014 года война в Украине для меня лично была страшной реальностью, от которой я никогда не могла отвернуться. И о приближении большой войны в моём окружении говорили весь последний год. Мы ждали в ноябре, в декабре, в январе. И потом мы поняли, что всё произойдёт уже, естественно, 22-го, но никто и даже самые пессимистично настроенные люди не ожидали такого. Это был шок. Я ехала на работу и поднималась на эскалаторе, когда мне позвонил друг и в отчаянии сообщил обо всём, что происходит. Я не проверяю утром мессенджеры, чтобы настроиться на работу. Но я узнала всё из телефонного звонка. И я помню, что у меня просто исчезла картинка. Я не помню, как добралась до вуза. И это было немыслимо, это переживалось как апокалипсис, что-то необратимое. И надо сказать, что это чувство не прошло до конца, но просто пришлось сейчас изобретать способы работать с этим в разных направлениях. Это не укладывается в голове, это страшно, для этого не хватает слов. Но вместе с тем, в то утро мне стало ясно, что наступило время делать решительные шаги и моральный выбор. Вот тот самый, о котором мы все столько читали в книгах, но которому обычно нет места в мирной жизни. И это стало большим испытанием для всех нас. То есть я поняла, что теперь и моя очередь что-то понимать, делать и делать что-то решительное. А что вы сказали студентам в тот день, когда вы приехали на работу? Я сказала, что мы много говорили об историческом, и об истории, и об этике, и о морали, и о нравственности. Теперь все эти измерения перед нами зримо предстали, обступили нас, и мы оказались современниками внутри катастрофы. Это большое испытание для нашей совести и наших мыслей, и нашего мышления вообще. Что мы оказались внутри чего-то страшного, о чём мы раньше говорили только на семинарах, применительных к XX веку. Вы доктор философских наук. Вы можете попытаться объяснить для себя, для нас, почему для России, почему для Владимира Путина столь важна Украина, почему столь важно её усмирить, захватить, возможно, даже уничтожить. Вы понимаете, почему это происходит? У меня есть несколько идей, я вкратце ими поделюсь. Во-первых, олигархический строй, развивавшийся при Путине после Ельцина, нужно было чем-то скрыть от возмущённых глаз народа. И не нашли ничего лучше, кроме как вернуться к метафизике империи. Всем понравилось, потому что это позволяло не просто быть потребителями, но потребителями высокодуховными, причастными к чему-то большому, что освобождает от необходимости предпринимать усилия и быть человеком. Ну, проще говоря, такая простая механика производства смысла. Во-вторых, я думаю, что здесь речь идёт также и о компенсации нищеты. Да, мы бедны, но это не просто так, это не напрасно, всё как у стойков, как у первых христиан, как у героев. Ну, а дальше начинается самая простая, вот эта низкая эмоция собственного превосходства над всеми остальными, чувство гордости с затянутым поясом. Но долго этим сыт не будешь, и чтобы прятать то, как разрушаются год за годом все жизненно важные сферы общества, нужно вышибить этот клин другим клином, например, по старинке начать маленькую победоносную войну, как они это себе представляли. И в этом смысле нападение на Украину – это на самом деле заплатка на изуродованном теле России. Что-то для отвода глаз и поддержание утраченной легитимности власти, подобно тому, как 14-й год случился не сам по себе, как результат 12-го, продемонстрировавшего кризис доверия населения власти. Кроме того, Украина – это вечное зазеркалье России, где ценность свободы важнее ценности порядка, ценность жизни вместо ценности смерти, то есть бессмертия после смерти, ценность благополучия вместо ценности лишений. И существование такого пространства рядом встает под вопрос реальную необходимость тех лишений и мучений, которым подвергаются в России люди, якобы потому, что иначе нельзя. И если все сделают, как в Украине, вы хотите, как на Украине, говорят они, метафизики не на чем будет держаться, и общество возгладает над государством. Такого государство, конечно, потерпеть не может. И последняя причина, как мне кажется, это сама по себе логика империи. Ее как-то очень метко сформулировал кремлевский пропагандист Сурков. Чтобы жить, империи нужно бесконечно расширяться. Тут он не сказал ничего нового, но зато он признался во всем. И если империя не будет расширяться, она не будет великой. То есть, опять-таки, чистая метафизика. И да, это звучит опасно не только для Украины, а для всех, кто находится в зоне потенциального расширения империи. Так что, похоже, не только Украина, но и другие страны Россия просто по определению не может оставить в покое. И учитывая то, что кроме захватнического, такого колониального экстаза, этой стране больше нечего дать своим гражданам, неудивительно, что они так держатся за него, за свой единственный хлеб. Но это, конечно, форма тяжелой болезни. Если говорить о неких символах, все последующие после 24-го числа, снимки гордых российских военных, это вот буква «З». Эти бесконечные какие-то праздники. Спортсмен снял футболку, а у него на груди российский спортсмен снял на соревнованиях, а у него на груди буква «З». Детки там в садике буквой «З» стали. И это что вообще за буква «З»? Вообще в русском языке нет буквы такой. Откуда она взялась? Это, мне кажется, это случайный некий символ, который превознесли, потому что он самый удобный, очень простой. Но есть ли какой-то в этом смысл? Вы знаете, все очень долго не могли поверить в «З». Я реально неделю примерно не верила. Я думала, что это какой-то мем, который вышел из-под контроля и стал вирусным. А потом, когда мы поняли, что это правда, мы очень долго и все нервно смеялись и бесконечно делали мемы уже сами с кадрами из «17 мгновений весны». Помните, где обе буквы «З» и «В» носят ребята из противоположного идеологического лагеря? Но я думаю, что появление самой этой буквы очень симптоматично для понимания того, насколько вообще раздавлено российское общество. То есть до готовности беспрекословно принять вообще все, что угодно, даже самый безумный символ. Я думаю, что был бы там единорог, приняли бы единорога. Это похоже на советские инерции такого тотального согласия. Знаете, я все подпишу, только, пожалуйста, отпустите. И случайность этого символа здесь особенно красноречива для диагностики вот этого катастрофического политического состояния общества, которое очень похоже на советское время, эпоху ГУЛАГа. Мы говорили о детях в садике, которые там буквы «З» устраиваются с российскими флагами. Но нас всегда, ну, журналистов в Украине просто удивляли вот эти бесконечные парады на День Победы. Ну, том, что на Красной площади там уже Путин с ума сходит. Это еще ради бога пусть. Ну, вот эти дети, которые там коляска с танком, да, например, или, значит, перформанс, дети на сцене выстраиваются в виде там могилок советских солдат. Ну, это же дурной сон какой-то. Я не понимаю, почему, почему даже детям это нравится. Или я не знаю, или зачем это именно для детей. Прославление смерти, которое, в принципе, характерно для империи, которое делает ставку не на жизнь, а на бессмертие, на вечную жизнь. То есть не просто какая-то там жизнь, да, а вот вечная жизнь – это прямо вот хорошо. Это не то, что как у всех. Вот мы покажем вам вечную жизнь, только сначала вы все умрете. И поэтому ребенка учат вот этому состоянию готовности к смерти. То есть нужно не за что-то жить, а за что-то умирать. Это, конечно, повально, это повсеместно, вы правы, это всюду, это грезы, безумцы, это такие сны. Но, с другой стороны, в них никогда не веришь по-настоящему. И поэтому, насколько мне известно, очередей из добровольцев участвовать в войне, в общем, особо не наблюдается. Потому что для них это как бы не война, а такая вот экстатическая, храмовая компьютерная игра, где они обретают переживание собственного какого-то смысла, но они настолько утратили связь с реальностью, что уже не распознают ее здесь. И люди настолько привыкли, что их никогда ни о чем не спрашивают, что все за них решают, что от них никогда ничего не требуется, кроме как делать какие-то простые движения и ходить на работу, что они даже не ждут, что внезапно им за правду нужно будет не только двигаться, но и идти куда-то умирать. То есть это как бы такая амбивалентность, двоемыслие, как это называл Оруэлл. И им кажется, что все эти игры это просто по согласию и поддержку. Если их выражать, то у тебя все будет хорошо. Такой инстинкт самосохранения как бы срабатывает. Но они даже научились находить в этом удовольствие. Но вряд ли среди них есть большое количество тех, кто понимает, что сейчас это все случится с собой по-настоящему. Реальных фанатиков войн, вот тех, кто дошел до последних степеней русского кризиса бессмысленности и рвется убивать, ну реально немного. Думаю, что это связано также, кстати, с кризисом маскулинности, потому что там, где всюду мужчину внушаются, что они должны быть вооруженными героями, завоевателями, с мечом обогренным кровью врага, но реальность устроена так, что в ней ты просто ходишь из пятерочки Сбербанка потом на работу. Для этих подвигов как-то места нет, и все начинают искать их искусственно, и бороться с этим как бы можно было разными способами, но все они оказались бессильны, потому что весь ресурс внимания и влияния был у госпропаганды. Она съела не только существенную часть казны, но и вообще все голоса тех тонких структур культуры, которые могли что-то изменить. вспомнили о империи, о чувстве собственного достоинства и даже собственного превосходства. Была информация от генштаба ВСУ, что Российская Федерация бросает самые рискованные атаки представителей именно нацменьшинств. Те же были, о которых все говорят очень много, и что среди этих нацменьшинств растет недовольство. Соответственно, растет недовольство у их семей, родных на местах, дома, в регионах. Как вы думаете, это может запустить некий процесс отцентровки регионов, от Кремля? Да, это тоже такая важная болезненная тема. Действительно, сегодня, как никогда, пожалуй, звучат голоса, которых раньше не было слышно. То, что с представителями этих регионов поступает так, это, по всей видимости, причина этого тоже логика империи и ее вертикали. То есть, все должны вроде бы проникнуться величием общих задач, принадлежностью к большому политическому телу, но в основе этого союза лежит неравенство. Как вы верно заметили, в качестве расходного материала рекрутировать будут сначала тех, от кого ожидается благодарность и причастность к великому, но кого полагают при этом младшими братьями и в крайнем случае экзотическими народами. И это было, в принципе, присуще колониальной советской империи, где был примат русского языка, тоже остальные добродушно высмеивались в русскоязычных застольях. Мы все помним также, да, этот знаменитый тост Сталина про русский народ, помните, одержавший победу в Великой Отечественной войне. Это, в общем, такая старая штука. Все опешили просто. Да, это шок, шок-контент. Что касается последствий, насколько я могу судить, вот есть регионы, которые были раздавлены империей, я имею в виду сейчас, более-менее полностью, не только сейчас, а с советских времен. То есть до полной утраты собственной воли к свободе у них случился полнейший Стокгольмский синдром, они отождествили себя с тем, что их готовы уничтожить. Таких много, но есть регионы, где люди чудом хранили и сохранили свою волю к свободе, и такие тоже есть. И по моим наблюдениям, исходя из того, что я читаю, какие каналы информации, да, и что я слышу от людей, которым я прислушиваюсь, кому-то из них может хватить сил для противостояния. Напоследок хотелось бы поговорить о высоком, прекрасном, кроме того, что вы доктор философских наук, вы культуролог, сейчас массово идет отказ от российской культуры, от всего, российского. Некая такая токсичность идет, да, вместе со всем российским культурным. Как вы думаете, этот тренд сохранится? Какие он будет иметь последствия вообще во всем мире? Действительно ли станет как-то, ну, не то что стыдно, но как-то неприлично заниматься всем российским? Это вообще не важно, потому что сейчас не до этого, и да, это стало понятно для нас почти сразу, то есть, как мы шутили в первые дни, ну, нет, не в первые дни, в первые дни мы были в шоке, в первые месяцы, когда война началась, что нас обнулили вслед за вождем, да, потому что утратило смысл все, что касалось культуры, а мы как раз ее занимались, мы чувствовали, что это утратило смысл. Я не вижу смысла о ней говорить сейчас. Все, что сейчас нам нужно, это окончание войны и помощь всем, кто страдает от нее. Но если все же сказать пару слов, то, конечно, здесь я хотела бы, знаете, поделиться, наверное, одним таким наблюдением, может быть, не слишком очевидным, но тем, оно мне кажется, более ценным, что в действительности русскую культуру Россия всегда лучше всех веками отменяла сама. То есть, вот можно обратиться, например, к Чехову с его автофикшеном о Сахалине, где он говорит открытым текстом, что всех честных, совестливых, талантливых и мыслящих людей Россия постоянно морила по каторгам, тюрьмам, ссылкам. И в отношении культуры и страны российская государственность это вечный Каин, а российская культура это вечный Авель. И вот в Российской империи Каин бесконечно продолжает предавать и убивать Авеля. И все имена, которые приходят на ум в связи с русской культурой, это имена, которые окрашены горем, остракизмом, несвободой, изгнанием. Здесь можно вести отсчет, наверное, с Радищева, а можно и раньше, даже там с подопления вечевого строя. Но если мы вспомним эти имена, Пушкин, Лермонтов, Достоевский, Кропоткин, все подвергались репрессиям, были в тюрьмах, в ссылках. Давайте пойдем дальше. Ходосевич, Пастернак, Шижановский, Рахманинов, Бродский, Тарковский, Давлатов, Параджанов, Буковский, сотни и сотни имен. Это лучшее свидетельство того, что хуже, чем российская государственность, с русской культурой не обращался никто. И особый цинизм есть в том, что она очень любит выставлять этих загубленных и отверженных в свои витрины спустя десятилетия и превращать их в ордена. Дескать, это мои любимые дети, но в действительности это преданные дети. Я думаю, если коротко, это главное, что можно сказать о русской культуре. И поэтому мой взгляд здесь такой, что до тех пор, пока есть Каин, Авель будет Авелем. Последний вопрос. Я понимаю, вы сейчас не в России. Вы уехали, потому что вы не чувствовали себя в безопасности? Отчасти да. Хотя в безопасности мы себя там не чувствовали уже давно. То есть по мере возрастания репрессий, каких-то уголовных сроков за мысль преступления, количество новых статей, уголовных, административных и прочего. Но главной причиной было то, что для меня стало невозможно и невыносимо находиться внутри машины войны, в ее изнанках, быть частью чего-то, что мне фундаментально чуждо. И кроме того, моя профессиональная жизнь закончилась ровно тогда, когда культура и образование превратились просто в машину обслуживания диктатуры. То есть находиться там уже означало больше не быть художником или преподавателем или просто самим собой, но означало исключительно обслуживать капризы режима. Я к такому не была готова, потому что для меня это означало переступить через собственную картину мира и...